Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «По существу». Сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршенова. Добрый вечер, Алена Игоревна. Добрый вечер. Алена Игоревна, на этой неделе большое событие произошло. Госдума приняла в третьем окончательном чтении бюджет России на 2018 и плановый период до 2020 года. Основные его параметры уже известны, они широко обсуждаются. Для вас, как для депутата Госдумы от Чуваши, как члена Комитета по образованию, что вы можете отметить самого главного и самого, может быть, приятного в этом бюджете? Я вам скажу, что хотелось бы, чтобы этот бюджет был гораздо приятнее для нас с вами. Но мы понимаем, что это уже бюджет роста, и это хорошо. И заложены все основные программы, которые Чувашская Республика развивала до этого. То есть мы продолжим получать зафинансирование на все масштабные проекты, которые развивались. Для меня, конечно, очень важно, чтобы были построены школы. Поэтому здесь заложены деньги в том же объеме на строительство школ. У нас очень хороший план в регионе расписан. И я надеюсь, что все районы получат как раз свою часть этой программы, поучаствуют. И Михаил Васильевич Игнатьев, как глава республики, утвердил этот план на софинансирование, в том числе, этой программы. И дисциплинированная Чувашская Республика справляется со всеми проблемами по реализации, потому что не у всех регионов все гладко. Поэтому мы попадаем в числе первых и получаем еще хорошие субсидии на реализацию этой программы. Очень важно, что продолжатся такие проекты, как реконструирование спортивных залов в сельских школах. Будут увеличены средства на реабилитацию инвалидов. Это то, с чем обращаются в том числе и в приемную партию Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому, конечно, вопросов очень много. Очень важно, что и автомобили скорой помощи, и школьные автобусы тоже заложены в этот бюджет. Я помню, как мы отстаивали учреждения культуры, и теперь у нас получилось заложить более 400 миллионов рублей на закупку музыкальных инструментов в детские школы искусств. Поэтому мы потихоньку добавляем, добавляем, усиливаем. У нас сохраняются те главные проекты, которые мы в поствыборный период заложили в федеральный бюджет. Это у нас театры, дома культуры местные. То есть эта программа тоже продолжается. Это благоустройство дворов, городская среда, это парки, театры детям. Поэтому все это будет продолжаться. И очень важно, что это точечные проекты, и люди уже будут видеть изменения вот-вот, прямо на глазах. Самое главное еще, знаете, чтобы подрядчики не подводили, потому что мы деньги закладываем, исполнительная власть старается реализовывать, иногда подводят подрядчики. Но здесь важно держать на контроле, чтобы жители были включены тоже и в реализацию проектов благоустройства дворовых территорий. И тогда все будет хорошо, я уверена в этом. Помимо бюджета, какие еще события вам показались очень важными, очень значимыми? Ну, вы знаете, такая очень плодотворная работа в Государственной Думе. Сейчас к концу сессии, к концу 17-го года мы дорабатываем все, что начинали в начале. И сейчас у нас уже принято несколько важных таких законов, или пока что проектов законов, первое, второе чтение, но намереваемся довести до конца декабря на финишную. Что важно, что приняли закон об ужесточении ответственности за вербовку в террористические круги людей. То есть здесь очень важно, что увеличилась у нас ответственность вообще в плане, в том числе и в финансировании, в части финансирования терроризма. И увеличили вообще срок заключения до 20 лет, штрафы до миллиона рублей и так далее. Поэтому, конечно, очень важно, что здесь ужесточается у нас законодательство. Это 205-я, 206-я и другие статьи Уголовного кодекса. Очень важный закон сейчас рассматривается в Думе. Мы приняли его только в первом чтении. Он тяжелый. И, знаете, очень много зоозащитников сейчас поднимает проблемы, связанные с бережным отношением с животными. И мы должны идти в ногу с нашими избирателями. Мы сейчас успели уже принять, ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. Если раньше, например, правонарушителями совершались деяния нехорошие с животными, например, ими занимались дознаватели, их отпускали под домашний арест и штраф максимум назначали, то сейчас по этому закону им грозит уже до трех, до пяти лет лишения свободы. Это реальные сроки. То есть, фактически, мы перевели эти правонарушения из незначительных в правонарушения уже средней тяжести. Что важно, там и штрафы очень большие, и при этом можно заключать этого правонарушителя в СИЗО. Вообще расширены полномочия полиции. И нужно будет еще после принятия. То есть, естественно, мы внесем все изменения еще во втором чтении, потому что этого недостаточно даже на текущий момент. Я думаю, что уже не только зоозащитники, а вообще все нормальные люди. Конечно. На самом деле мы все защитники животных. И для нас, для всех тяжело видеть те кадры, которые всплывают иногда в сетях или по программам телевидения. И, конечно, хотелось бы защитить животных, потому что мы цивилизованный мир. На этой же неделе, буквально на днях, был прецедент, когда вы тоже возмутились против жестокого обращения с людьми. Вы знаете, да. На самом деле, очень много сегодня, к сожалению, случаев избиений подростков, школьников и так далее. Очень много, к сожалению. И всплыла одна видеозапись, когда подростка избивали, и непонятно, где это происходит. То ли это студенческое общежитие, то ли это общежитие СУЗа. Ну, так высказывались пользователи интернета в пользу этого. И там ребенок не оказывал никакого, собственно, сопротивления. И поэтому, конечно, знаете, я очень впечатлительный человек. И я, конечно, не смогла остаться в стороне. Я сделал запрос в прокуратуру и попросила выяснить, в чем проблема, почему до сих пор не выяснены обстоятельства и не найдены те, кто это совершил. К сожалению, я понимаю, что бездействовала администрация этого общежития. Но я думаю, мы выясним, в чем проблема. И вообще, я думаю, что, знаете, есть несколько проблем на самом деле. Почему такие случаи проявляются? Кто-то говорит, что раньше такого не было. Знаете, есть вторая точка зрения, что и раньше это было, но не было у всех. Не было интернета. Интернета, доступа к фотокамере, видеокамере. Поэтому сейчас это, знаете, эти все кадры, они всплывают. И мы можем исходить из того, что это все, в принципе, было, но, наверное, в тени. Знаете, с одной стороны, это просто ужасно, ужасающие кадры. С другой стороны, мы можем привести наше общество в чувство благодаря тому, что что-то всплывает. И поэтому нужно реагировать. Нельзя к этому привыкать, даже если что-то было раньше. И нужно эти вещи все исправлять. Поэтому неважно, животные, люди, подростки или школьники. Вот есть сейчас опять несколько скандалов со вписками в школьные коллективы и прочее. На самом деле тоже просто ужасающие кадры, честно говоря. То есть это то, чем заняты школьники. Они должны заниматься учебой. Поэтому, естественно, в ближайшее время... Ну, или развлекаться как-нибудь по-другому. Вы знаете, нет, ну, понятно, что все должно быть культурно, при этом есть поправка на реальность и прочее. Но на самом деле, я думаю, что этим вопросом мы тоже займемся. Какие еще задачи вы перед собой ставите вот на этот период до нового года? Вы знаете, я внесла еще два закона. Один по защите прав учителей, другой по защите прав студентов. И очень много работы согласовательной нужно провести до нового года с тем, чтобы мы смогли уже в новую сессию весеннюю рассмотреть. И я надеюсь принять. Потому что первое, то, что касается гарантии исполнения прав учителей. Потому что, вы знаете, вот у нас уже больше года есть изменения в нормативно-правом акте, где говорится, что наши педагоги имеют право востребовать, например, либо выходной день, либо оплату за проведение госутоговой аттестации за девятые классы. Ну, за единый госэкзамен это гарантия есть в федеральном законодательстве. Поэтому Чувашская республика, она идет в ногу со временем. И хотелось бы этот опыт распространить на Российскую Федерацию, защитить наших педагогов. Потому что, когда я брала на контроль, мы проводили мониторинги, систему выплат за ЕГЭ, потому что нарушались права педагогов. Мы выяснили, что да, там есть нарушения прав. Их можно востребовать. Причем привлекая прокуратуру, например. При этом за девятый класс востребовать по федеральной норме не получится, по федеральному закону. Просто этой нормы нет. Поэтому ее нужно туда внести. Второе, к сожалению, есть проблема. Мы обнаружили диссонанс между статьями федерального закона об образовании. Значительный диссонанс между 10 и 69 статьей. И мне бы хотелось разрешить его в пользу студентов. Сама суть в том, что для студентов доступны по федеральному закону все уровни образования на конкурсной основе. Если это образование, именно этот уровень проходится впервые. Но, к сожалению, по 10 статье это получается доступно, а по 69 нет. Поэтому есть случаи. Мы обнаружили это, когда занимались частными историями студентов, которые просили перевестись на платное с бесплатного. Вот как раз из-за этого диссонанса. Поэтому хотелось бы привести в порядок и в пользу студентов. Поэтому со мной согласились эксперты и в правительстве, и в администрации президента, что да, такая проблема действительно существует. Но хотелось бы, чтобы у вас получилось ее в пользу студентов решить. Поэтому, поскольку мы гармонизируем наше законодательство в лучшую сторону, при этом не ущемляя права в худшую сторону участников образовательного процесса в том числе, то я надеюсь, что это все получится. Ко мне уже присоединились очень много коллег, наверное, около 100 человек в Думе. Эта проблема существует для многих. Если меня поддерживают, значит, будем развивать, будем заниматься. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok